Короче говоря, едем, болтаем, смеемся. Девчонки на позитиве. Конечно же, мы официанты. Все радостные. Когда мама должна везла. А что кроме тебя-то? Ехать в мотосалон, да, по кругу радость. Ты замерил, что там купить еноту защёлкой-то? Да, я замерил. Нам надо, в общем, купить несколько защёлок кролику, еноту в клетку. Потому что тётя Оля говорит, когда она заходит в клетку, он научился открывать, и он пытается выбежать. А как мы знаем, если лимон выбежит, это опасно. А мы будем покупать шиферы набить вот так вот, чтобы он не залезал на крышу? Лист шифера. Сейчас, наверное, нет. Чего? Ну, это надо будет складывать сиденье. Это одно по мне надоело. А, понял. Поднимался лимон сегодня по лестнице, и у него весь жирочек сполз в попу. В заднюю часть, скажем аккуратнее. В заднюю часть. И он такой толстый, короче, стал. Снизу фигура груши. Лезет груша, нельзя спать. Да. Точно. Я его ещё сегодня подняла. Он, конечно, брыкался, но я всё равно его подняла. Тяжёлый? Очень тяжёлый. Он, мне кажется, тяжелее, блин, чем Алиса. Слушай, давай его взвесим. Ну, на весы с ним встать, а потом без него. И вычислились. Не, ну, мне кажется, он не тяжелее. Просто его, когда понимаешь, он же маленький. Алиса такая большая. У неё вес как-то распределён, знаешь. Ну, да. А его как поднимаешь, так как будто мешок такой с картошкой. В одной точке вес. Да. В пятой. У него оно сползает просто в одну точку. Да, лимона как-то надо гонять, чтобы он худел. А вы батона видели? Что вы батон? Такой лев вырос. У него такая горбинка. Такой лев. Тигр. У него горбинка такая. Армянин. Как у льва. И такие лопатки, когда он ходит, прям как истинный. Он барон. Его надо... Блин, слишком. Был бы он пушистый, его можно было бы подстричь, типа, гривой. Гривой, да? А ну. И он бы ходил. Я могу на Алиэкспресс заказать гриву. Не издевайтесь. У меня сегодня папа увидел. Я во дворе стою, малышка и лопусья вылезли на окно и кричат. Мяу, 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 мяу. С окна мне. Я говорю, можно записать, короче, наших животных, как они мяукают, как там Проша шатарит, как лимон, как сделать песенку. Кстати, да, и еще как Проша мяукает. Да, я же... Ой, Проша вчера засмеялся. Проша все, может, звуком много разных. Проша вчера засмеялся голосом тети Оли. Просто, Настя, когда мы кушали, мы так обалдели. Тетя Оля засмеялась, мы суп сидели ели, и он в ответ ее голосом. Да, такой он просто такой, типа... Да, вот так, понимаешь? Реально, вот так. Мне нравится, как он мяукает. Да, он мяукает. Да, и поэтому ты учишь его гавкать. Да, Проша мяукает уже научился. Села перед ним и говорит, гав-гав, гав-гав. Так и я о чем сказала. Я ей тоже говорю, купи попугая в Киеве и учи гавкать. Не, не, да, попугая в Киеве. Нет. Лучше Проша научить песни петь какие-то, то... Хоть будем песни слушать. Пообнимай бы рок. Рок? Я сомневаюсь, он рок сможет. Ну, Проша. Смотря как он. Все, мы приехали. Завчера не стеканеры, ты помнишь, Одесса, мы про Катю песенку учили? Да, ты распоешь, а она мне спела. Кстати, да, я слышала тоже. Спела. Про Катюшу. Да. Это Настя. Она запомнила. Спасибо. Это мой. Да, значит. Все, идем. Маски, маски. Боже, это не можно, видимо. Что за странная маска, скажите, а что она так реально вперед выпирает? Давай нормально. Это так специально? В смысле? Она все равно не помогает. Не помогает, наверное, вот такая, а эта как раз таки очень помогает. Никакая не помогает, просто к людям не подходить и все. Я с этим справлялась все 18 лет. Думаю, и все. К людям не подходило? Ты уточни, что ты шутишь. Это шутка. Да, а то сейчас... Тю, и маски какие-то странные. Они, во-первых, укороченные, во-вторых, вот здесь очень плохо сгибается, то есть эта штучка какая-то, видно, дешевая. Иду. Странная маска. И здесь плохо держится. Вам не кажется, что маски другими стали? Они укороченные? Они укороченные. И по бокам. Зачем вот эти дырки по бокам? Они должны прилегать. Они специально укоротили их, чтобы сэкономить еще. Так вот и мне кажется, что экономия пошла на масках. Бежит. Что, закрыт эпицентр? Я забыла очки. Да. Ну, чтобы не закрывали. Тихо, я думала закрыто все, думаю, карантин жесткий. Ты мне Гермиону сейчас напоминаешь, столько волос. Я лыснула с мокрой головой. А, понятно. Ну, помнишь, Ларри Поттер, она как-то тоже такая очень была, много волос. У нее кучеряшки были. Ну, кучеряшки, но все равно много волос. Настя говорит, что мы с Катей в маске очень похожи. Вот если, Катя, она глаза немножко не так сейчас вот пришла, они не были так... То ли брови ты подняла, я не знаю, что ты сделала. Опусти. Прикол. О, опять меряют температуру. Сейчас проверим. Настя, температуру. А тебе при уходе померяли температуру? Да. А нам не. Самая классная швабра в моей жизни. Почему? Посмотри. Маленькая. Они просто... Ну, тут... А, они лепятся. Так она же будет мокрая и будет отклиниваться. Нет, она не отлипается вообще. Я уже покупала такую нам домой. Да? Я у лимона ее убирала. Самая пьяная швабра. Купитесь еще одну такую. 50 гривен. Сменка. Настя подобрала ведро под швабру, смотрите. С желтеньким. Говорит, первый раз подбираю ведро под швабру. Куда дальше? Ну, мне вообще туда надо. Там, где... Ну, пошли. Столики. Что написано? Посмотри. Посмотрите, какой бизнес на масках. 10 штук 100 гривен, а вот такой пакетик, он стоит 500 гривен. Просто 500 гривен. 50 штук масок. 50, да? 500 гривен, офигеть. Почему маски такие дорогие? Как должны пенсионеры их себе покупать? А кто-то видел? Я купила вот такую черную маску. Вот, вот. А, не, не видела. Не видела? Мини-совки его покупают. И Катя еще помнит. А это антисептики? Гель для обработки рук, антисептик, спрей для рук. Антисептик детский даже есть. О, такого я еще не видела. Антисептик детский. Так, и возьмем себе еще какой-нибудь антисептик, стоп-вирус. 75% спирта, это, по-моему, достаточно. Я не знаю, мне просто жадности буяло. На меня тапки так трудно найти. А эти подходят? Та эти сидят идеально, ходить мне очень удобно. А где девочки? Я хотела одни, а потом нашла еще одни. Я пойду посмотрю, какой они там ковер выбирают. Где? Где вы ходите? И что, не выбрали? Не-не-не. А ты уверена, что тебе ковер вообще нужен? Я хотела на балкон его. У меня балкон там не маленький, а, ну, такой, нормальный. Только еще одна маленькая комната. У меня там будет пианино стоять и рисовать же. Мне надо съездить. Чего? Съездить в одно место. Какое место? Ну, я мусор забыл выкинуть из дома. А, съездить в одно место. Там два мешка. Мусор у нас в багажнике. Папа забыл выкинуть. Ну, так съездим и походим. Это же не долго. А, ну, давай, да, защелки выберем. Настюха с Катюхой идут смотреть мебель для Настиной квартирки. Такие обе в курточках кожаных. А что Настюха хочет, Катя? Стул? Ну, стулья, я считаю, надо выбирать сидеть на них просто. Тебе стул нужен? Я не офисный хочу. Не накрывать. Ты ж не впихнешь это все в машину. Я не большой. Может, в Киеве купишь стул? Да. Я посмотрю в Киеве. Лучше стул в Киеве, я думаю. У меня сейчас входит стул. У меня сейчас входит стул. В Киеве больше выбор, Настюша, ты там найдешь. Нету смысла сейчас на это время тратить. Нет, там не вытащите меня. Это у меня столик, он уже такой маленький. Ага. Маленький. Я хотела, типа, маленькие кусочки, для него уходы, в эти штуки поставить. Ну, мне кажется, что маленький столик ты тоже в Киеве найдешь спокойно. Я тут не нашла. Ты не хочешь себе комплекту стонок? Так я же набрала стонок вообще на стонок. А, ладно. Как на 10, это нормально. Это стол, потому что дорого, а я дома забрала то, что у нас было. Но все равно ничего не пользовались. Настя ахнула, говорит, какие красивые зеркала полные роста, мне уже не надо. А там есть зеркало? Я ничего не думала, что нет, но там на шкафах. Ну, типа на шкафах. Ага. Во шкафах. Папа сосредоточенно смотрит в телефон. Ничего не нашли. Ничего, пока не нашли, пришли мусорку искать. Мусорки там были. Не, мусорки вот там я покупала. Вот там в рядах. Сейчас мы крючок купим, Настя, подожди. Замочек лимона будем маленький брать? Ну да, высоко маленький. Ну да. Сейчас выберем. Ну и замок такой простой, но чтоб не ржавел, не... Чтобы он хорошо открывался, да. В смысле не дешевый, а именно удобный. А вот эти вот красивенькие голубенькие вот этот, они хорошие или нет? Ну, это помыла-то от такого плана. Попробуйте. Нам что-то такое, чтобы не быстро разржавело. Нет, это не будет. Бо он у нас там будет под дождем. Да, он на улице. На улице, да. Ага. Может вам ее достать? Да, давайте попробуем. Такое, чтобы, да, как можно медленнее ржавело. О, прикольно. И еще есть для такого материала, тоже невеликое, такого плана. Это невеликое потребление. Вот такого плана, вот такой материал. Ага. Платитаново-любинейный. Прикольный, да. Платимассовый покрытие. Да. Затыкается даже. И где у вас просто вот навесные крючки, защёлки дверные? Ты смотрел, как там прилепить его клетки? Смотрел? Какой нужен зазор? Ну, тут примерно вот такую надо. Вот там будет куда вот это прилепить? Это не надо будет там лепить. Там надо будет в стене просверлить вот такую диаметродырку. Ну, не в стене, а вот эту. Ну, в деревяшке. В деревяшке. Нет, так сказать. И нужны эти крючки. Вот такой замок мы берем для лимона изнутри защёлкивать. Вот. И сейчас Костя хочет ещё ручки сделать на клетку кролиху. Я не буду вот такие. Вот такие? Давай. Чтоб легче открывать было. Может, вообще в такую красивенькую? Да, ну, это отломается. Отломается? Да. Такие? Я не знаю, что там заморозлено. Вот так вот. Такие? А вот такие не нравятся? Смотри, какие прикольненькие. Хотя ты к ним больничку видишь. Вот. Нет, она не подходит. Не такая. Не такая. А у тебя там ванна в каких-то нах? А ты ром-тур когда сделаешь? Ром-тур будет? Да будет. Ну, забыла. Я пока не обустрою, так все хотят увидеть до обустройства и после, и я так же. Дозатор для жидкого мыла, полирезин плюс песок. Капец. А это баночка универсальная из крышки. О, бабушка еще что-то нашла. Пакеты. Нам нужна сода пищевая, бабушка. Напомнишь мне? Выбрала? По-моему, у меня просто белый с коричневым как раз в ванной. Мне подойдет. Тут еще и баночка есть. Я тебе посоветую две мыльницы взять. А какую ты можешь взять? Во-первых, она жутко пачкается. Во-вторых, ты сюда не будешь заливать мыло. А что, не буду? Может, и буду. Вернее, и буду. Может быть, это, конечно, мыло. Ты жидким мылом пользуешься? Да не факт, или что я туда мыло буду заливать? Это не мыло. У меня есть... Понимаешь, у меня есть жидкое мыло, которое... Это от прыщей, вот, а как она называется? Дымовит. Она антисептик туда зальет? Я его сюда... Я ее пошли, она будет. Ты можешь туда антисептик залить, Настя. А для лица я... А зачем? Для гостей. Ну да. Да какие гости? Да бери, пригодится. А что у нас страшное? Мне оно нравится. Все в одно. Бабушка, а тебе когда-нибудь что-нибудь нравится? Не нравится. Какое? Еще не выбрала. Подождите, а это вот не дефект? Нет. Давай на другой баночке глянем. А, не, оно на всех баночках. Да, оно везде так. Значит, не дефект. Бери мыльничку еще одну. Потому что будешь для стирки мыла и для мытья. А еще у тебя будет на кухне мыло и есть... Да, можно еще на кухню взять такую же, чтобы все было в одном. Выбор мусорки. Сами открываются внизу. Нет, я не хочу. Она ломается быстро. Вот эта штука, она вообще... Она ломается очень быстро. Либо вот такую, ну типа струню, не такую. А без крышки. Что-то это нифига неудобно. Я не знаю, сколько пользуются. А других у них нет. Ну, значит, я поищу. А так тебе не нравится. Да, оно нежнее. А, ну и дороже. Дороже? Да. Ну, оно реально красивее смотрит. Ага, мыльничку покажи, какая. Пошли сравним. Рядом поставим. Что? Что это такое? Что это такое? Они цепляют, а где-то домой заливаются, и подача есть. Для этого надо гвоздь, Катя, я же не буду гвоздить. Два гвоздя. А, можно и деньги. Может, себе такой возьмем? Получается, а есть где-то это, наверное, автоматические подачи где-то есть или нет? Должно быть написано. Нет. Дозатор. Просто я знаю, что есть... А, вот этот. А, автоматик, да, видишь? Ты подносишь руку, и оно тебе плюхает на руку? Да, ты подносишь, что-то очень... Прикольно.